Люди там стоят на Майдане, потому что они не до конца понимают ситуацию в стране. Они не понимают, что завтра мы не будем получать евровалюту и жить лучше. Мы не будем. А будем только подчиняться Евросоюзу. Их привезли сюда, чтобы они, наверное, скорее всего, как людей, которые сейчас на работе, их просто, мне кажется, заставили это сделать. Или за деньги. Ну, может быть, за деньги. Я не могу утверждать это, но, по крайней мере, на их лицах нету радости. Они все западная часть Украины там собралась. Из-за того, что работают все они за границей. У них работы как таково в их регионе. Ни заводов нет, ни промышленности, ничего нет. Вот они там и собрались. Те люди не такие, как в западной Украине. Те люди еще под диктатом как бы бывшего Советского Союза. Они, им еще немножко далеко до демократии. Ну, не всем, конечно. Они не понимают. Не понимают, что у нас развал полнейший. Что нам экономику надо поднимать. Мы пойдем в Евросоюз, но не сейчас. Чуть-чуть хотя бы хуже. А там молодежь и вся она наймана. Людей из села везут. Молодые, старики. Все. 200 гривен. Есть под... Расписываются. Но не только там заставляют расписываться. Сами рассказывают. А здесь надо приехать и расписаться тут в списке. Отметиться. Да, отметиться даже тут. Угрожают, что там и работа последняя за эти копейки. Потеряют работу и все. Продолжение следует...